Необычное хобби появилось у новгородца Антона Алексеева. Он стал пикчером, рисует открытки с видами города. Причем основная профессия Антона рабочий вроде не имеет прямого отношения к искусству. Но стал пикчером, причем открытки он не только делает, но и отправляет в другие города. На первых открытках вообще печати ставили прямо на открытке. Это вообще классно было. Там могли следы какие-то остаться от пальцев грязок. Знаете, там печати штампы не бьют, там что-нибудь такое, отпечатки читают. В общем, такая живая открытка. За вот такую живинку Антон Алексеев и полюбил почтовые открытки. На его счету их уже почти три десятка, и каждая уникальна. Их, признается, автор буквально отрывает с руками, только успевая рассылать. А что самое удивительное, краски в руки автор взял случайно и совсем недавно. Решил поучаствовать в марафоне, посвященном рисованию. А там, как говорится, втянулся и понеслось. Начал развиваться, даже краски купил себе, там более-менее хорошие, кисточки там пошел, не на этими детскими. Хотя эти рисунки все нарисованы красками обычными, канцелярскими, школьными. И летом поехали на море в Абхазию, и что-то, как мне там делать нечего, уже устал, там в море купаться, вину пить. Решил порисовать там. Так появились первые картинки открытки. Идея отправлять их почтой возникла спонтанно, а воплотилась и вовсе лишь в третьей попытке. То почта не работала, то формат открыток не подходил для пересылки. Но сдаваться художник не стал. Что-то мне вот просто загорелось. Я их все-таки заставлю, мою открытку отослать. В общем, вырезал как надо, нашел внутри эти размеры. И у меня теперь первым делом, прежде чем нарисовать, начинаю сначала мерить все. Такие восторженные отзывы оказались. Просто люди... Мне сразу же с Петербурга ответочка пришла. Теперь запросы на авторские открытки Антону приходят из разных городов. Порой от абсолютно незнакомых людей. Но источник вдохновения у художника, как правило, один. Работы новгородских фотографов. Иногда на поиски подходящего фотопейзажа уходят часы. Зато потом, признается автор, время исчезает. За рисование может и вся ночь пройти. А утром на работу. И что самое удивительное, бодрячком. В чем секрет, на ваш взгляд? Что это? Как это? Я тоже так хочу. Я думаю, просто рисование, этот процесс творческий, он просто не забирает силы. Он, скорее всего, наоборот даже дает. Похоже, вот он секрет бодрости. А потому меняем подушки на мольберты и вперед создавать красоту. А вдруг сработает? Наталья Хмелева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.